В эфире новости в студии работает Аселяйдар. Здравствуйте! Коротко о главных событиях сегодняшнего дня. В области Абай выбрали председателя общественного совета. Им стал бывший аким города-семей Мир Амхат Айнабеков. В Казахстане к концу года стоимость угля может вырасти на 30%. По словам вице-министра энергетики, на рост цен повлияло увеличение внешних затрат. В семье проходит оперативно-профилактическое мероприятие подросток. За двое суток полицейские выявили 69 правонарушений. В стране к концу года стоимость угля может подорожать на 30%. Такой прогноз сделали представители Министерства энергетики Республики Казахстан. Вице-министр считает, что на рост цен повлияло увеличение внешних расходов. Он добавил, что со следующего месяца уголь может подорожать на 5%, а в декабре еще на 5%. Согласно статистике, по стране в прошлом году было реализовано твердое топливо за 13 тысяч тенге. А в апреле этого года цена выросла до 14 831 тенге. Только в прошлом месяце министерство заявило о запрете вывоза угля из Казахстана за рубеж на автомобильном транспорте. Как известно, в прошлом году из-за резкого похолодания спрос на уголь в центральных и на северных регионах страны увеличился. В это время спекулянты покупали тонну угля за 13 тысяч тенге и торговали за 30 тысяч тенге. Теперь, по прогнозам специалистов, объем потребления в этом году может составить 9 миллионов 600 тысяч тенге за тонну. Из них 7 миллионов тонн уголь, реализуемый населению. В регионах Казахстана вводится должность уполномоченного по правам ребенка. Теперь у каждого региона будет свой представитель. К ним могут обратиться за помощью как дети, так и родители, сообщает пресс-служба Министерства просвещения. Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обречения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействия со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также они будут участвовать в продвижении законопроектов, предназначенных для решения вопросов в области защиты детей. По словам заместителя председателя Комитета по защите прав детей Министерства просвещения Элины Паули, сейчас эта должность вводится во всех областях и городах республиканского значения. Уполномоченные по защите прав детей назначаются акимами областей и городов республиканского значения. Уже в семи областях назначены уполномоченные по правам ребенка. Среди них руководители неправительственных организаций, общественных объединений и юристы. Сегодня был избран председатель общественного совета области Абая. Наряду с членами общественного совета в заседании приняли участие заместитель Акима области Шалкар Байбек и секретарь областного маслихата Хуаныш Сулейменов. В целях принятия участия в решении общественно значимых вопросов гражданского общества, а также обеспечения прозрачности деятельности исполнительных органов и органов местного самоуправления в каждом регионе функционируют общественные советы. В этой связи ранее был создан общественный совет во вновь образованной области Абай. Добрый день, уважаемые гости и члены общественного совета области Абай. От всей души вас поздравляю. Вам сейчас предстоит много дел. Я уверен, что вы внесете свой вклад в развитие нашей области. Сегодня на должность председателя общественного совета нашей области был избран Мирамхат Айнабеков, бывший Аким города-семей. Члены совета единогласно поддержали кандидатуру Мирамхата Карибековича. Я предлагаю поддержать кандидатуру Мирамхата Айнабекова. Я знаю, что в 2010-х годах он сделал многое для нашего города. Авторитет общественного совета во многом зависит от его председателя. После ухода Акимов их имена забывают, либо говорят о работах, которых они не завершили. В нашем городе имя Мирамхат Карибекула всегда произносили с уважением. Поэтому я считаю, что он достойно возглавит общественный совет. Экс-Аким семей Мирамхат Айнабеков возглавил общественный совет Новой области. Теперь у почетного гражданина города появилась возможность принимать активное участие в общественной жизни, вносить вклад в развитие и процветание области Абай. Сегодня члены совета избрали председателя. Теперь мы должны хорошо спланировать нашу работу. У нас должен быть специальный президиум комиссии по различным отраслям. Будут проходить обсуждения. Нужно составить план и приступить к работе. Главная задача общественного совета – стать мостом между народом и властью, способствовать улучшению благосостояния народа. Я считаю, если мы будем вносить вклад в вопросах благоустройства, улучшения жизни народа, то работа будет плодотворной. Напомним, в общественный совет области Абай входят 33 человека. Представители различных сфер деятельности. Ветераны труда, общественные активисты. Айнур Классам, Ахжигата Абзалбекула, Адиджам Бесингазинов, телеканал «Семей». Департамент полиции информирует, что согласно действующего налогового законодательства Республики Казахстан освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль, прицеп к автомобилю, мототранспорт следующей категории граждан. Герои Советского Союза, герои социалистического труда. Лица, награжденные орденами славы трех степеней и трудовой славы трех степеней. Алтынкран, Отан, удостоенные звания Халка Хармана, Казахстан-Инбек-Ире. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны. И ветераны боевых действий на территории других государств. Лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Лица, проработавшие не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы. Размер государственной пошлины за выдачу государственного регистрационного номерного знака на сегодняшний день составляет для автомобиля 2,8 мрп, то есть 8576 тенге, или 1,4 мрп, то есть 4288 тенге для прицепов и мототранспорта. До 1 октября текущего года граждане Республики Казахстан должны уплатить налог на имущество и землю за 2021 год. В Управлении государственных доходов по городу-семей призывают граждан своевременно произвести оплату. Специалисты также рассказали об отдельных категориях лиц, которые освобождены от налогов. Ежегодно 1 января правительством для граждан определяется оценочная стоимость всех жилых объектов в целях налогоблажения. Налог на имущество и землю за 2021 год граждане Республики Казахстан должны произвести до 1 октября текущего года. В случае несвоевременной уплаты налагается штраф. При расчете налогов учитываются льготные категории граждан, которые освобождены от данных выплат до тысячекратного размера мрп. Касательно налога на имущество и налога на землю в текущем году производится оплата за 2021 год. Срок уплаты до 1 октября. Категорию лиц, которые имеют освобождение от уплаты налога на имущество – это Казахстан Халка Хармана, Казахстан Ембегера, Герои Советского Союза, Герои Социалистского Труда. Они освобождаются до тысячекратного размера мрп. К лицам, которые имеют освобождение от уплаты налогов на имущество и землю, относятся ветераны Великой Отечественной войны, герои социалистического труда, граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды, дети-сироты, многодетные матери и один из родителей ребенка-инвалида. Также, если у данных лиц имеются несколько квартир, их стоимость суммируется и производятся соответствующие расчеты. В случае превышения оценочной стоимости над разрешенной суммой льготы, налог исчисляется на сумму превышения. В случае неуплаты к первому октября налога, налоговый орган будет формировать уведомление о погашении задолженности физического лица. На погашение, согласно этому уведомлению, аптечка будет представлена 30 рабочих дней, чтобы он полностью погасил налоговую задолженность. В случае не погашения налогозадолженности, по врученному уведомлению, будет сформирован налоговый приказ. Далее налоговый приказ будет передан частным судебным исполнителям для возыскания задолженности. Айнур Хасам Нурлану Розалин, телеканал «Семей». За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 1104 человек. Это на 315 больше, чем в предыдущие сутки. Факты увеличения заражения вирусом зафиксированы в городах Нур-Султан, Караганда и в Западной Казахстанской области. С начала пандемии COVID-19 заболели 1 млн 379 тысяч казахстанцев, выздоровели 95% больных. По информации Минздрава, на лечении находится более 22 тысяч человек. Более 1 тысячи пациентов находятся в больнице. 33 человека находятся в тяжелом состоянии. Сейчас все регионы республики находятся в зеленой зоне. С прошлого года первую дозу противоинфекционной прививки получили 10 млн 811 тысяч человек. А второй компонент получили 10 млн 546 тысяч жителей страны. Из них полный курс вакцинации получили 857 367 подростков, 41 584 беременных женщин, 145 357 кормящих женщин. С 15 по 17 августа текущего года на территории города Семей области Абай проводится оперативно-профилактическое мероприятие подросток. Целью данного мероприятия является профилактика правонарушения и преступления среди несовершеннолетних. Особенно строги будут к несовершеннолетним, которые находятся в ночное время без законных представителей, как на улице, так и в развлекательных заведениях. Также будет усиленная проверка лиц, стоящих на учете в органах внутренних дел. По данным сотрудников полиции, за два дня было выявлено 69 правонарушений, из них 61 за нахождение в ночное время без сопровождения, 4 распития алкоголя, 3 нахождения в увеселительных заведениях и 1 родитель за уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей. В подразделении мембинальной полиции за первый день оперативно-профилактического мероприятия выявлено 15 несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное время, трое из которых определены в Центре адаптации для несовершеннолетних. Три увеселительных заведения вывлечены к административной ответственности за допущение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. На мобильный телефон казахстанцев отправляется смс-сообщение «Цель защиты населения от интернет-мошенничества. Предупреждение». Об этом сообщил руководитель Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суинбай. По его словам, недавно было распространено смс-сообщение с целью защиты населения от интернет-мошенничества. Это сделано для безопасности и предотвращения преступлений. Смс-сообщения рассылаются в кратком виде на мобильный телефон граждан. В связи с этим жители просят отнестись с пониманием. Напомним, неделю назад полиция начала рассылать гражданам смс-сообщение о мошеннических действиях. Мобильная связь доступна каждому жителю казахстанца, независимо от места жительства и нахождения. То есть, предоставление информации о фактах мошенничества посредством смс позволяет оперативно информировать граждан. К слову, за 7 месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано около 11 тысяч интернет-преступлений. В музей Абая приехала передвижная выставка Урдасу Лаблайден из города Петропавловск, северо-казахстанской области. Целью выставки является повышение общего уровня знаний о деятельности великого хана, дипломата и полководца Абылая. Выставка Урдасу Лаблайден из Петропавловска расположилась в выставочном зале музея Абая. На ней представлены более 30 экспонатов, среди которых есть наконечник копья Казбек-Батыра, наконечник копья Батыра-Кулике одного из подвижников хана Абылая. Вооружение казахских воинов, картины, документы и личные вещи самого Абылайхана. Главной задачей нашей выставки является обогащение знаний современников о великом государственном деятеле Абылайхане, боровшемся за независимость своего государства и времени его проявления, побудить детей к более глубокому изучению наследия своей страны и, конечно же, воспитания патриотизма, интереса к истории народа, чувства любви и гордости за свою родину. Отметим, что музейный комплекс резиденции Абылайхана основан в 2007 году как исторический музей. Здание музея является памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения, принято под государственную охрану в 2008 году. Историко-культурная ценность здания заключается в том, что это одна из первых каменных построек в надгорной части города. История данного здания неразрывно связана с легендами и преданиями о жизни и деятельности Абылайхана, одного из первых положившего начало объединения казахских земель. Наша резиденция, наш музей можно назвать единственным и неповторимым в республике. Он полностью посвящен Абылайхану. На мероприятии выступил директор музея Абая Турдакул Шанбай, который отметил всю значимость пропаганды истории Казахстана и воспитания патриотизма среди подрастающего поколения. История Казахстана очень богатая, поэтому молодежи есть чему научиться. Мы, в свою очередь, должны им рассказывать об исторических фактах. К нам сегодня приехали с северного Казахстана, которым есть чему научить наших семичан. Отметим, что выставка Урдасы Лааб Лайдын продлится до следующего месяца. Аселяйдар Нурлану Розалин, телеканал «Семей». На поступление в магистратуру подали заявки 17 тысяч молодых специалистов. Прием документов проводился с 12 по 15 августа. Результаты конкурса будут объявлены до 25 августа, передает Казаинформ со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования. Всего на 2022-2023 учебные годы в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов. На конкурс грантов документ был принят в традиционном формате через приемные комиссии вузов и онлайн через виртуальные комиссии. По словам директора Национального центра тестирования Руслана Эмильбаева, несколько лет подряд большинство обращений было подано по таким направлениям, как педагогические науки, информационно-коммуникационные технологии и бизнес-управление и право. По итогам приемной кампании предполагается, что в будущем будет самый большой конкурс на одно грантовое место среди учителей казахского языка и литературы, иностранного языка, инженеров и дипломатов. Решения по присуждению грантов принимаются Республиканской конкурсной комиссией. Образовательные гранты распределены на основании данных Министерства труда и социальной защиты населения, а также работодателей по потребности в кадрах. Семья – это небольшое государство. В стране важно единство каждой семьи. В целях популяризации семейных ценностей в стране стала традицией ежегодно проводить конкурс «Мирили-От-Басэ». Несколько семей подали заявку на конкурс, направленный на возрождение семейных ценностей и национального воспитания. Одно из призовых мест получила семья Сапархановых. Подробнее в следующем сюжете. С каждым годом у горожан растет интерес к конкурсу «Мирили-От-Басэ». С начала проекта по сегодняшний день в стране более 15 тысяч семей приняли участие в этом конкурсе. Семьи, имеющие спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения, ежегодно соревнуются между собой. Одна из таких семей – семья Сапархановых. Глава семьи Канат и его супруга Айгирим воспитывают пятерых детей. О проведении конкурса многодетная мать узнала на работе. Я сама работаю учителем английского языка в колледже бизнеса и сервиса. Тогда наша заместитель по учебной работе Лариса Николаевна сказала, что есть такой конкурс и что наша семья – примерная, многодетная. Конечно, вначале были волнения, ведь в таких проектах мы не участвовали. Но благодаря сплоченности нашей семьи мы получили первое место. Главным учителем ребенка является родитель. Такие качества, как сплоченность, уважение прививаются ребенку примером взрослых. В семье Сапархановых воспитываются четыре мальчика и одна девочка. Глава семейства Канат – простой строитель. Любит проводить свободное время с детьми. Заботливый отец хочет, чтобы его дети росли примерными гражданами своей страны. Мы к этому планировали иметь пятеро детей. У нас в планах это было, когда мы еще раз женились, до свадьбы. Мы планировали пятеро детей и эти планы мы реализовали. Воспитанием очень, конечно, тяжеловато, но все равно надо воспитывать теперь, раз уж пятеро детей. Как бы планировали и не хотелось бы, чтобы мои дети отставали от кого-то или были очень вины в чем-то. Мириле от Пасы мы узнали, у меня супруга работает в бизнес-колледже. Она от колледжа принимала участие в этих соревнованиях. И вот так узнали мы, и когда она предложила, будем участвовать, я говорю, ну давай участвовать. Национальный конкурс Мириле от Пасы проводится с 2013 года. Цель конкурса – укрепление семейных ценностей, повышение ответственности родителей в воспитании детей. Пропаганно-образцовой семьи. В этом году семья Сапархановых празднует 11 лет совместной жизни. Они также поделились, что и в будущем будут активно участвовать в подобных воспитательных конкурсах. Талшин Шакартханас, Ланир Тиспаев, Адиржан Бесингазинов, телеканал «Семей». И это были все новости на сегодня. Следите за нами в социальных сетях. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин